Итак, ребят, всем привет! Сегодня у нас 8 декабря. Продолжаем тему берегового спиннинга. Мы, все рыбаки, которые любят зимнюю рыбалку, сейчас все ждем, что ударит нормальный морозик, встанет хороший лед, на который мы сможем выйти и половить рыбку со льда. То, что мы так все любим. Но прогнозы показывают, что до середины января пока что морозов хороших не ожидается и на лед мы не выйдем, поэтому нам ничего не остается, как ходить по берегу и делать то, что мы так любим. Пока что еще все нормально, потому что вот в эти моменты я очень помню, когда ночью небольшой минус, днем плюс и стоит небольшая корка, которая не дает ни спиннинг покидать, ни выйти на лед. То есть это самое ужасное время. Сейчас, в принципе, еще позволяет. Вода еще вся открыта, поэтому занимаемся. Сегодня я буду рыбачить на небольшом канальчике, который заходит с реки Днепр, и он очень длинный, тянется по нему. Я сегодня пройду по приманкам и по рыбке, я сейчас быстро расскажу и начнем, начнем, начнем. Погнали! Итак, ребят, не знаю, как вы, но я дома в последнее время очень люблю делать заготовочки по приманкам, особенно, когда я знаю, в какое место я еду. Поэтому сейчас быстро расскажу, на какие приманки сегодня ставлю. Ставлю и пойдем. Так, первое это твистерочки. Черви-твистерочки. Вот Мадвах. У меня тут 3 дюйма. Еще парочку черви-твистеров. Это в размере 2,8. Сегодня я приманки около 3 дюймов все взял, поскольку тут судачок уже подрос. Есть судачок, есть хороший окунь, даже есть тут щука. Кого мы поймаем, не знаю, но очень надеюсь на нормального размера судачки. 2,8 випа от Фишапа. Также черви-твистерки, которые я люблю. Это у нас селектовский уран, копия Сатурна. 2,8 дюйма тоже. Так, потом виброхвостики. Смотрите, я взял фетиш. Свинхимпак тот же. Я взял на джиголовочках фатики небольшие, тоже такие. Я взял, смотрите, Крейзи Флэпер. Тоже такая вещь, которая может очень даже хорошо поймать. По пассивке я взял Токсик, только в 2,3 дюйма уже такой побольше. Это у нас Литл Спайдер. Кстати, вот приманка мне нравится. В основном, когда с приманками так сильно перемудрить, получается фигня. Но не в этом случае. Вот эта приманка у Кейтека очень крутая. Поведение ее в воде просто сумасшедшее. Поэтому сегодня тоже взял. Это 3 дюйма. Тоже сегодня попробуем. И вот чем Литл Спайдер мне нравится. Поскольку очень сложная приманка. Ее практически никто не подделывает с литейщиков. Ее очень сложно вот это все вылить. Поэтому это такой оригинальчик, который бессмертный. Много у кого он тоже очень в топах даже. Начну я вообще с Изи Шайнера. В 2,5 или 3 дюйма. Блин, наверное, 2,5 все-таки это. Дюймов тоже вот с него начну на джиголовке. Он у меня уже заряженный. Вот такой у меня план. Если мы где-то на мации маленького окуня, конечно же, я опущусь в приманке поменьше. У меня все это есть. Если же все будет получаться, то все будет получаться. Так, погнали. Камера на грудь и полетели. Полетели. Хочется уже поймать. Сегодня у меня один комплект. Обычно вы, ну, подписчики мои, видите, да, что я часто очень хожу. Щучий комплект и ультралайтовый. Люблю я эту штуку, чтобы, например, нормально, хорошо проверить окуня. С тоненьким шнурочком, тоненьким флюриком, маленькие приманки. И также щучий комплект, чтобы уже именно ловить какого-то трофейчика. Сегодня я с одним комплектом. Это лайтик 3.14 Skyline в росте 2.54. И вот сегодня на него я буду пытаться ловить. Флюрокарбон я поставил 0.27. То есть это тот момент, когда, да, один спиннинг, надо вроде как и все ловить. И окуня капризного толстый флюр сильно не поставишь. И щука может клюнуть, может откусить. Вот сегодня у меня 0.27 я себе поставил флюрокарбон. Будем надеяться, что мы поймаем щуку. И она просто не заглотит или не перекусит этот довольно не толстый флюрокарбон. И так, ребят, вот поклевочка небольшая была. Видите, нету хвоста. И так, ребят, вот подвис. Блин, если честно, я даже рад, что он такой маленький. Потому что раньше было, они все вот такие были. Потом они повырастали и их начали выбивать. Выбивать очень жестко, прям вот жестко-жестко. Люди ловят и забирают. Они уже такие 500, даже 800 грамм попадаются эти судочки. И я думал уже все. Популяция вот то, что зашла мелкого. Выросла, ее выбили. И больше тут судака не будет. Но, поскольку видим, да, размеры вообще малюсенькие, это круто. Значит, или еще зашел мелкий. Или этот, который здесь уже отнерестился. И дал еще потомство. Это круто. Это значит, он здесь еще будет. Ребят, ведро поймал пластиковое. Приманочку хочется сохранить. Ого. И спиннин хочется не поломать. Смотрите, какой трофей еще. Хорошая, хорошее такое ведеще. О, ребят, прям поклевочку. А, сход. Ну, рыба не скажу, что была большая. Судачок точно. Есть. Опять сход. Опять сход тоже место. Не знаю, в чем дело. Может, размер, конечно. Вот, подсел. Этот подсел. Я надеюсь, он не сойдет. Так. Покажись. Да, судачишка. Опа. Смотрите. Здесь есть уже и крупнее, но я этому рад, потому что там что-то из-за угла, из-за камышей пытаюсь вам показать, поймать. Удар, удар, удар. Ну, вот видите, да? Классно. Три грамма, джиголовочка парит. Три секунды где-то. И вот это длинное, долгое падение. И они клюют. Вот так вот. Кстати, подписчики, кто на Инстаграме, кого нету, залетайте на Инстаграм ко мне. Там с моих видео есть фотоотчеты, которые можно увидеть. Так, отправляем малого домой. И надеемся, мы поймаем сегодня побольше. У меня к вам будет небольшая просьба. Я свою заготовочку на сегодняшний день, которую собрал с собой приманочки, рассказал. И прошу вас, подписчиков добросовестных, написать свои приманки. Неважно, одну, две, три, в которые вы действительно верите. В которые у вас есть вера. Такие приманки действительно ценятся. Потому что это уже такие приманки, они прошли много. С человеком на них было поймано много рыбы. И это действительно хорошие приманки. Поэтому, для того, чтобы и мне будет интересно почитать, и люди, которые будут смотреть этот ролик, зайдут в комментарии. И смогут посмотреть, какие же действительно хорошие приманки есть, которыми пользуются люди. Давайте привязку сделаем, чтобы это был береговой джих и это был зимний спиннинг. То есть, те места, где еще не встал лед. Или, например, есть какие-то речушки или каналы теплые, где не встает лед. То есть, именно в зимний период какие же приманочки. И, если можно, уточняйте. Потому что вот мои сегодняшние приманки довольно-таки здоровые. Потому что тут есть и окунь нормальный. В основном, я сюда шел, сегодня я знал, что судачок тут. Больше всего судачка. И также можно поймать щуку. Поэтому у меня были они большие. Если бы тут конкретно была речушка окуневая, понятно, что это все было бы меньше. Поэтому можете еще написать, какая рыбка. И, я думаю, будет интересно почитать комменты всем. Очень много есть приманок действительно хороших. И среди них очень тяжело людям разобраться, что же его действительно купить. У кого есть деньги, могут купить вообще все приманки. Но, самое главное, время и место. Мы здесь и сейчас хотим поймать рыбу. И даже если вы можете себе позволить купить все самые крутые приманки, какую же поставить конкретно здесь и сейчас. Какую приманку, в которую у вас есть вера, ее и пишите. Поехали дальше. За вот это время, что ловлю, сколько поклевочек получил, он сидит не в самом центре, в самой канаве, а все равно под или под тем берегом, или под этим берегом. Ну, под этим поклевок больше, потому что я под этот вытягиваю. Но у меня хвост откусило под тем. А вот зимой, когда мы его ловили на балансиры, он был прям по центру, прям в самой канаве. Прямо на самой глубине. Есть, ребят, тоже такой подобрал с земли, с полу. Вот эти судачки, подросшие немножко. Пока что я перебирал, то я понял, что самое адекватное, это вот на трех граммах хорошее зависание, когда он успевает прицелиться. И давай, малыш, открывай рот. Вот такие малыши. Ничего, сейчас, надеемся, завалим хорошего судачища. Вот конкретно на этом канальчике, на этом месте мы зимой ловили. Я скажу, обычно мы как привыкли. Судак – это рыба, которая где-то стоит в укрытии, в какой-то коряге, вдоль какой-то бровки, за какой-то бровкой. И ждет свой лакомый кусочек. Ну, вот здесь мы зимой ловили, я снимал подводной камерой. Я постараюсь найти эти кадры, у меня в видео там было. Здесь судак ведет себя вообще не так. То есть, в кадр попадает судак, попадает окунь. Окунь вальяжно, плавно гуляет, плавает. А судак, он как торпеда, перед камерой. Вот так вот пролетает. То есть, он очень активно перемещается. И перемещается он активно не просто по всей вот этой речушке, да. А он так перемещается именно вот конкретно в месте, вот в ямке, в которой вот, например, я сейчас ловлю, да. И он по ней курсирует очень быстро, очень быстро. И с одной лунки, на одной лунке можно было сидеть долго и просто балансирить. Пять минут, семь. И потом он приходит, рано или поздно. Гоняться за ним нет смысла. Он просто вот так курсирует, курсирует, находит ваш балансир и фигачит. И поэтому тот же принцип сейчас у меня по силикону. То есть, я долго задерживаюсь на каждом месте, потому что, если это так, как зимой было, да, то просто ждем. Есть, ребят. О, вот это уже парень повеселее. Сейчас только его взять бы еще. Камыши, камыши. Опа. Нормальный такой, бодеренький. Тыкнул только вообще знатно от души. Вот такой. Ну, конечно, не 800 грамм, как я хотел, но приятно. Приятно, поклевка была крутая. Все тот же изи шайнер. Три дюйма. И вот такой красавчик. Выпускаем. Так, малыш, давай где-то вот туда. Свет старый. А у нас часонное богато. Есть, ребят. Вот он красавчик. Все-таки мы это сделали. Поменял локацию и есть. Это у нас окунь. Окунь, окунь. Тоже уже тут очень близко к люду. Приманку пока не меняю. Я говорю, такой размер, что и щучка, и окунь, и судачок как три дюйма для микроречки. Это самый нормальный размер. Отпускаем. Теперь, наверное, он будет жить на другой стороне. Смотрите. Вот так вот через камышек отвалился. Через камышек перевалено было. Вверх-вниз сделал. Но это неинтересно. О, ребята, подальше. Это подальше окунёк клюнул. И смотрите, какой неплохой. Краснопёрый. Даже не в рот, видите. Задавил. Давай, чтобы люди попсиховали. Во. Так, ребят, полосатого вам тоже в ленту выкину. О, есть. Ну, тут полосатики поактивнее. Смотрите, да? Вроде та же самая речушка, но насколько всё по-разному. Там, сколько я проходил до обеда, ни одного окуня не было. А тут вот уже, я уже сбился со счёта третий. Эта речушка во многих местах вот такими трубами перегорожена. И каждый отрезок этой речки по-своему там свой микроклимат получается. Разную рыбку можно поймать, при том, что одна и та же речка. Вот на этом отрезке я судака вообще ни разу не ловил. А вот тот, что у меня за спиной, отрезок там всего лишь два раза ловил. А дальше я их миллион ловил. Полденёчка прошло. У меня сейчас обед. Сейчас похаваю и продолжим искать дальше нашу рыбку. Я продолжаю тему ланчбоксов. Сегодня, смотрите, я сегодня взял с собой пельмени. Утром сварил пельмени, кинул в этот термосудок и сегодня, смотрите, тададам! Я сегодня буду есть пельмешки. И во втором судочке я взял тупо сметану. Сейчас я макаю пельмени в сметану и хаваю в обед, в холодный денёчек, зимний уже. Похавать горячих пельменей прям на рыбалке, это круто. Я уже со временем разобрался. Если вы берёте, например, что-то, то, что должно быть холодное, там салат, например, или как я сегодня взял сметану, его просто ложим в верхний отсек, верхнюю крышку и тут оно остаётся холодное. А там уже дальше у нас судочки с горячим. Сегодня, как всегда, отличился. Забыл вилку. Очень классный ланчбокс, но вилку надо брать. Ребят, кто-то вчепился. Кто такой? Вот. Помните, я говорил, я тут судочка ловил всего лишь два раза. Вот третий. Смотрите на нём что. Вот такие вот зубы. Видите? И вот такие вот зубы. То есть вот этого малыша хотел кто-то, я понимаю, щука, хотелось съесть. Вот и вот. Ну, с другой стороны. С другой стороны чистенький. Есть. Тоже подсел, но вот эта вялая-вялая проводка и есть. Это окунь. Это окунь. Классно. Делаю, я тебе скажу, даже иногда вот когда именно прям очень глубоко, прям пол оборота катушки, пауза, приманки, ну, глубина такая, что приманки хватает подлететь. Аба. Класс. И медленно тонуть. И вот результатик есть. Вот это боец у меня сегодня. Этот уже много рыбы поймал. Его уже так потрепали. Отлично. Есть, ребят. О-о-о. Эй тоже Crazy Flapper нам сделал какую-то рыбку. Еще не вижу. Ну, наверное, щука. Нет, судачок. Судачок. Он отличный. О-о-о. Я скажу, это очень хороший судачок. Давно я тут таких не ловил. Именно тут. Смотрите, ребят. Вот она, вторая приманка, которая сегодня хорошо себя показала. Я ее сразу кидал. Удары были на нее, но поймать ничего не мог. И вот поставил. И вы посмотрите, какой сударь. Так, сейчас мы... Чтобы было все аккуратно. Во! Вот такой вот Crazy Flapper. Приманка, в которую я верил. Которую я собрал. И... Смотрите, вот такой вот красавчик. Это уже просто красавчик. И, ребят, если вы не знали, первая ссылка под видео это ссылка на интернет-магазин. На мой интернет-магазин. Конкретно мой. Так что, все, кто хочет помочь, забегайте. И если там есть то, что вам нужно, покупайте. Вы поможете мне. Всем спасибо. Давайте. Так, ребят, отпускаем. Пошел. Интересно, интересно. Продолжаем. Есть. Есть. Вот она, рыбешечка. Все-таки вымучил. Это у нас тоже судачок. Этот поменьше, но все равно приятно. Так, смотрите, Crazy Flapper оббомбил после того, как взял хорошего. Ничего. И поставил следующую приманку из тех, в которые у меня была вера. А, порвал, зараза. Vipo 2.8. Vipo червитвистер фишаповский. В таком классном цвете. Тоже, кстати, вроде вот шоколадный, да, такой. А тоже, как лох, вот в воду опускаем и сразу он так... Сейчас мы как опустим все в воду. В воду опускаем и он такой яркий становится, прям заметный сразу. Типа как лох. Так, все, выпускаем малыша и идем дальше. И вот эти вот приманки, может, даже это не они ловят рыбу. Мне дочка вот такую рыбку слепила. Это рыбка. Ей 5 лет. Слепила вот такую рыбку, дала мне и говорит, папа, бери с собой на рыбалку и она будет приносить тебе удачу. Так что, может, все дело вот в этой рыбке, а не в тех, что в коробке. Итак, мы разловили мохнатого литл спайдера. Ну, размер судака очень маленький. Смотрите, оба, такой дракончик. Опять повторюсь, классно, что есть маленький. Раньше все они вот такие были. О, ребята, есть, есть, это кто-то, 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 кто-то под конец вот это. Дай хоть увидеть, хоть не щука. Нет, судачок, судачок, судачок. Отлично. И хороший, классный. Под бородульку взял. Так, крючок там. О, как раз, как раз, и смотрите, и это она даже больше, чем тот. И свалило. Так, давайте покажу, чтобы оказалось, что обманю. Смотрите, это токсик. Тут, смотрите, ребят, это у нас последняя приманка, я ее именно, наконец, оставил. Это у нас токсик от селекта. Пассивка. Это единственная пассивка, что я сегодня взял, и я решил ее в конце проверить. И вот вам результатик. Отлично. Давай, давай. Пошел. Пусатый. Может быть, с икрой отнерестится. И здесь все-таки будет всегда так круто. Но, наверное, вряд ли. Засранцев тут хватает. Пишите ваши крутые приманки в комментариях под видео. И, если вам понравилось, подписывайтесь на канал Тур Истории, Жека Докучаев. Еще, я думаю, будет много интересных рыболовных видосов, не только спиннинговых. Всем пока, до следующего интересного видео. Давайте. Пишите. Субтитры сделал DimaTorzok